Приветствую всех криптозависимых на нашем канале. Сегодня очень кратенький обзор с разбором ситуации по рынку в целом. Вот мы на coin market cap. Market cap 300 миллиардов долларов без малого. Доминация BTC достигала 70 процентов и начинает падать. Ну если смотря как считать по каким-то метрикам она все 90 уже было. То есть в принципе можно говорить что начинается сезон альтов. Графики все тут похоже что начинают рисовывать улыбку чеширского кота вот такую. Как по мне так все это наверх. BTC возможно вниз потому что BTC перекачали очень сильно. Вот потом что можно по графику сказать по основному. Вот у нас дневные свечи. Ну да вот тут вот недельку назад кто меня смотрел я облажался. С прогнозом облажался. На 9100 говорил что мы вот в этом нисходящем канале идем дальше вниз. Но не тут то было. Нас развернули. Хотя в принципе то есть я мыслил более долгосрочным тайфреймом. Возможно это зигзаг и мы и так и так идем дальше вниз вот сейчас. Так что в принципе от своих слов не отказываюсь. Вот куда-то на эти мувинги минимум на вот этот мувинг мы смотрим. На 100 дневной. Ну и на 200 дневной тоже может быть. То есть минимум на 9 а так даже может быть на 8 на 7к мы смотрим. Вот. Это в случае коррекции. Я думаю что она все-таки будет. Флет какой-то консолидация перед следующим полетом наверх. Но не забывайте что мы в булране. Вот он начался. Как бы тут отрицать это уже я думаю глупо. Хотя есть теоретики которые утверждают что это все все еще медвежий рынок и сейчас будет вал на c куда-то вот сюда на 2000. Но вот что-то в это слабо верится. Так что дальше идем. Вот. А так в целом по-моему сезон альтов все-таки начинается. Я в данном случае вот сижу на эфире, на даши. Все как и говорил. Пробую лонговать вот на бинансовском марджине потихонечку. Но это конечно очень дикая тема. Кто хочет посмотреть предыдущее мое видео, оно сейчас появится у вас вот здесь. пробинансовский марджин. Но это вот как бы что. Тут надо нажимать borrow, заимствовать вручную у них средства. То есть если вы хотите лонговать, занимайте USDT или USDC для битка лонга. Сейчас там чуть меньше комиссии будете платить. Если хотите шортить, занимайте соответственно крипту, которую вы хотите продать. Вот LTC появился, ETC недавно. Вот эти все монеты. Продаете ее и потом собственно когда возвращается, возвращаете, откупаете обратно дешевле, возвращаете разницу себе берете, а средства крипту возвращаете бирже. Ну и наоборот, соответственно если лонговали, USDT продаете, получаете больше USDT, возвращаете USDT бирже и разницу себе. Вот я сейчас разбираюсь тут как раз с марджин аккаунтом. Тут типа реально механическая коробка передач. То есть не так как на других биржах, где нажали margin buy, margin sell и забыли. И даже не знаете, что вы по сути заимствуете средства в бирже. В общем да, я сейчас больше в эфире, в даши, в латках, в альтах короче. Ну в BTC тоже конечно, но BTC пока так. Больше ходал позиция. Подумываю открыть хеджевый шорт, если еще куда-нибудь отрастем. На buy bita. Подумываю открыть хеджевый шорт, потому что я пока лонгую на Binance, в основном. Потому что я в Крыму, сейчас тут нельзя лонговать на Poloniex и на BitMix. А Binance и buy bita пользоваться можно. Вот. И по Dash тоже я чутка облажался, когда он говорил, что вот миллион сатоши это подарок. Но с другой стороны, сейчас еще больший подарок. По 850 вот он был, уже 900. Я вот тут вот открыл лонг на Polo, все-таки зашел через тор туда. Буду держать его пока, не смотрю даже за ним. Вот. И все альты в принципе начинают V-образный разворот показывать. Будем надеяться, что уже это оно. Но даже если еще ниже они упадут, то как бы куда? Ниже нуля-то они не упадут, правильно? Так что в принципе альты к битку сейчас очень хороший расклад, как я и говорил. Ну что еще? У меня все те же предпочтения. На Binance основное это Dash, BitCash, BitTorrent, Delicua немножко. Ну вот тут еще у нас ETH, Binance Coin, Tron, USDT, EOS. ETC, Litecoin. В общем все так же. На Polo еще Basic Attention Token, Doge и Cosmos Atom. И Stellar, конечно же. Там инфляция по Stellar приходит раз в неделю на Polo. И Cosmos Atom Staking. Каждый день приходят награды. Вот какие-то такие монетки держу. В принципе пишите в комментариях еще какие монетки вы считаете. Стоит прикупить, подержать. Интересно ваше мнение. Ну а так в целом, да, не забывайте, что у нас коллаборация с Bybit. До 15 августа включительно. То есть еще 3 дня, ну точнее 4 дня с сегодняшним днем. Торопитесь успеть. По моей ссылке снизу вы получите дополнительный бонус 60 долларов. То есть в сумме 120 долларов на депозит от 0.2 BTC. Торопитесь успеть. На этот бонус вы можете торговать и выводить профит. И после того, как размер комиссии покроют размер бонуса, вы его тоже сможете вывести. Вот. Я подумываю, возможно, открыть хеджевый шорт на Bybit. Потому что лангов уже много набрал. И чтобы на случай коррекции не сидеть в просадке, не просасывать в коррекции. Вот можно в этот момент хеджевый шорт, допустим, по битку, вот если сюда куда-то уйдет, со стопом с коротким, снять профит неплохой. Думаю, поэтому следующее видео сделаю. У меня кто-то просил тоже про шорты снять. Да, у меня тут солнечно, поэтому я лучше переключусь на дневную тему. Так, да, вот в принципе почти все сказал. Вот по битку такая картина. В целом, конечно же, мы идем на Перехай и на Тузимон. Но август, как правило, это коррекция. Вот у нас RSI загибается. И, скорее всего, мы увидим коррекцию перед следующим пампом. Так что, в целом, вот такой расклад. Пока все сказал, что хотел. Пишите в комментариях, на что еще делать обзоры, чему уделить внимание. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пользуйтесь партнерскими ссылками. Этим вы очень помогаете развитию нашего канала. Ну вот, как-то так. До скорых встреч. Всем профита, успехов. Всех обнял на связи. Пишите лайки, лайки, пожожите лайки. Хип-па. Субтитры создавал DimaTorzok